Всем привет! Вы на канале Мишутка Шоу. И сегодня я покажу, как сделать вот такие пасхальные корзиночки из фоамирана. Нам понадобятся вот такие шаблоны. Рисуем две детали в виде полукруга. Вырезаем наши детальки. Теперь берем фоамиран другого цвета и обводим широкий прямоугольник. Это будет дно корзиночки. И длинный узкий прямоугольник. Это ручка. Начинаем склеивать детали. На длинную сторону прямоугольника аккуратно наносим клей. Приклеиваем прямоугольник на полукруг, отступив от края полсантиметра. Вот что у нас получается. Наносим клей на вторую сторону. Сверху приклеиваем второй полукруг. Теперь делаем для корзиночки ручку. Края длинного прямоугольника с двух сторон намажем клеем. Приклеиваем с внутренней части корзинки. Вот такая корзиночка у нас уже получилась. Теперь можно ее украсить. Для украшения пасхальной корзиночки можно использовать шаблон зайчика или цыпленка. Эту корзиночку я сделаю с цыпленком. Обводим шаблон на желтый фоамиран. На красном фоамиране нарисуем гребешок цыпленка. Для клюва возьмем оранжевый фоамиран. Теперь все детальки вырезаем. Детальки для цыпленка готовы. Глазки можно использовать специальные, а можно сделать из бумаги или фоамирана. Наклеиваем гребешок. Затем клюв. Приклеиваем глазки. Наклеиваем цыпленка на корзиночку. Из ленточки делаем бантик. Украшаем нашего цыпленка бантиком. Из блестящего фоамирана вырежем надпись и украсим корзиночку. Также украсим нашу корзинку блестящими кружочками. На боковые стороны корзинки наклеим цветочки. Пасхальная корзиночка готова. В такую корзиночку можно положить пасхальные яйца или сувениры. Продолжение следует...